Как бы оставить автомобиль так, чтобы идти к входу было недалеко и нести большие сумки потом не так долго? Вопрос, который задает себе каждый из нас, отправляясь в большие торговые объекты, такие, например, как гипермаркет Еврооп на Варшавском шоссе. Перед магазином оборудованная парковка, на которой специальными знаками определены места для особенных граждан. К слову, в этот раз они были полностью заняты, что вызвало определенные сомнения у сотрудников госавтоинспекции. Однако, как оказалось позже, тревога ложная. Это действительно были люди, имеющие специальное удостоверение, подтверждающее статус инвалида. Однако, не обозначившие свои транспортные средства специальной наклейкой. Вот здесь я бы не сказал, что нет. Вот именно на этом? Есть, что есть здесь. Ну, бывает, но это редко, редко. Хотя, может быть, я редко приезжаю в этот магазин, но бывает. А вот на парковке у магазина Дионе ситуация получилась кардинально другой. Места для инвалидов были заняты людьми, не имеющими специального разрешения. Как правило, свое нарушение они оправдывают тем, что спешили. Да, получилось, что нарушил, но я буквально на минуту просто высадил человека. Собирался уезжать. Проведение сегодняшнего мероприятия, именно профилактической акции в зоне «Внимание! Парковка» направлено в первую очередь на предупреждение правонарушений водителями именно в части остановки стоянки транспортных средств. Дело в том, что в 2018 году на территории нашей области к административной ответственности за нарушение правил остановки стоянки привлечено более 9500 водителей. Это на территории Брестской области. Что касается текущего года, то с начала 2019 года к административной ответственности привлечено уже более 900 водителей. Проблема неправильной парковки автомобиля остается актуальной для города, как следствие многочисленное дорожно-транспортное происшествие. А если автомобиль преграждает пусть каретам скорой медицинской помощи, из-за водительской халатности могут пострадать люди. К тем, кто так оставляет свой автомобиль на дороге, применяется другая мера. Их транспортное средство эвакуатор отправляет на штрафстоянку. В случае, если сотрудник госинспекции выявляет нарушение правил остановки стоянки, может быть транспортное средство отбуксировано на штрафную стоянку. В данном случае владелец транспортного средства, либо водитель, который нарушен правил остановки стоянки, привлекается к административной ответственности в виде предупреждения либо наложения штрафа в размере одной базы величины. При этом, если это грузовой автомобиль, автобус, колесный трактор, то штрафная санкция 5 базы величины. Также водителю транспортного средства необходимо будет заплатить за работу эвакуатора 37 рублей. Кроме того, для фиксации нарушения правил парковки и стоянки автомобилей сегодня сотрудники госавтоинспекции используют специальный прибор фотофиксации «Паркрайт». Благодаря датчику GPS определяется место расположения машины, проводится идентификация регистрационных знаков и впоследствии водитель транспортного средства получает так называемое письмо счастья с полной доказательной базой. Выбор за каждым.